привет давайте сегодня приготовим паштет паштет я буду готовить из говяжьей печенки сегодня но то же самое можно сделать из куриной печенки абсолютно то же самое это очень вкусно недолго готовить и все его любят практически можно по его есть и с хлебушком можно и с крекерами как угодно печень которую я купила для паштета она замороженная и я подожду пока она растает немножко и буду готовить вот она в таких упаковках придается нарезанные уже будет и значит и вес ее пол килограмма где-то почти значит у меня почти килограмм печени говяжий печенка уже растаяла но не до конца она еще чуть чуть вот такая пример шая я ее порезала кусочками все равно какими кусочками видите она еще даже не растаяла но я ее в таком виде и положу на сковородку вот и вот у нас лук понадобится пока две головки я посмотрю может быть я добавлю больше сейчас я его нарежу поджарю а потом в него уже положу печень вот еще понадобится нам уже в готовую в готовый паштет я буду добавлять вот это масло для нежности это оливковое масло из заливок но она сейчас я вам покажу она вот похоже как настоящее масло вот так что она чуть-чуть присоленная поэтому я буду солить печенку не очень сильно и еще нужно будет черный перец сейчас я буду резать лук буду его жарить добавлю в лук печенку и все обжариваем я поджарила лучок и хочу вам показать до какой степени он не готов вы видите как я его нарезала крупно потому что все равно будет проворачиваться и он поджаренный не просто так потушила я потому что вкус дает именно жареный лучок теперь сюда же я выложу печень можно жарить отдельно печень и отдельно лук а потом смешивать но я люблю жарить вместе потому что печень во время жарки с луком впитывает вкус лука и запах и это совершенно другой вкус получается вот сейчас я поставлю это на плиту и обжарю она все разъединиться постепенно все кусочки слившиеся ну вот сныршиеся печенка готова значит что я хочу сказать вы не старайтесь ее жарить жарить чтобы корочка была там нет как только вы видите что крови нет попробуйте порезать самый толстый кусочек посмотреть если нет крови значит печенка готова очень важно в приготовлении паштета и и не пересушить потому что если пересушить то не будет вкусным паштет вот конечно туда можно добавить больше масла но в принципе вкус это должен быть печеночный а не масляный у меня мои кусочки были очень тоненькие все поэтому очень быстро моя печенка готова стал и приготовилась вот так что я сейчас буду ее прокручивать вот я приготовил уже мясорубку она вся уже забрызгалась пока я мешал и их вот значит обязательно надо прокручивать печенку пока она горячей тить или теплая ни в коем случае не когда она уже остынет так что я сейчас буду ее прокручивать печенку я прокрутила уже вот и теперь вот столько у меня получилось теперь я дам ее дам ей остыть я не буду добавлять масло пока она горячая не хочу чтобы масло растаяло то я хочу чтобы она просто смешалась с паштетом поэтому я подожду пока будет теплое не горячее и потом буду добавлять масло так что я еще хочу сказать что солю я всегда во время жарки не тогда когда я кручу ее или печенку или уже в мисочке нет во время жарки она тогда впитывает соль лучше и можно класть меньше соли так теперь я подожду пока остынет немножко забыла что надо снимать и уже размешала немножко масла я добавила на килограмм три столовые ложки масла я думаю что это достаточно в конце концов всегда можно если хочется побольше намазать бутербродик с маслом а сверху паштет положить вот и я сейчас это все перемешаю и обязательно уберу в холодильник и есть это нужно уже остывшим конечно не теплым я не знаю я выдержу или нет конечно я конечно кусочек хлебушка съем сейчас даже с теплым паштетом потому что слюнки уже текут но в принципе на стол надо подавать это остывшим охлажденным и тогда это будет вкусно вот я хочу сказать что я положила три луковицы средних не 2 как я показывала я это все в рецепте напишу обязательно вот всего вам доброго спасибо за то что вы посмотрели и может быть приготовите у меня тут такое солнышко вот всего хорошего до свидания ставьте лайки пожалуйста заходите ко мне почаще приятного аппетита пока а